Всем привет! Я в этом уроке расскажу о том, как ботать с админкой Slipanoel. Я давно работаю с Laravel, перепробовал кучу админок и в качестве хорошей выбрал именно ее. Она мне нравится за гибкость и за то, что удобно настроить, есть прекрасное сообщество, вот телеграм-чат. В ней можно зайти и почитать ответы на вопросы. Там всегда есть люди, которые поддержат и ответят. Ее поставить очень просто. У меня из предыдущего видео есть развернутый Laravel проект. Вот он. На него поставить ее довольно просто. Мы заходим на официальный сайт и заходим в документацию. Первая же часть документации нам говорит о том, что ее можно поставить через композер. Тут написано определенное требование о том, что необходимо, чтобы ее поставить. Нам необходимо всего лишь скопировать эту строку композера и вписать ее в консоль. Через некоторое время это произойдет и мы можем им пользоваться. Если нас по какой-то причине этот вариант установки не устраивает, мы можем вручную добавить в файл композер.json, он находится в корне Laravel. Вот сюда мы можем добавить вот эту строку и выполнить эту команду. В этом случае произойдет то же самое. Но проще просто скопировать вот эту строчку и запустить. Ничего сложного. После того, как мы это сделали, нам нужно зарегистрировать админку в сервис-провайдере. Что это значит? Нам нужно Laravel рассказать о том, что добавился новый пакет. Мы заходим в файл конфиг-ап. И листаем до секции провайдера. И добавляем сюда данные. Я обычно делаю это в конец массива. Так немножко проще потом ориентироваться, что мы им добавили. Вот. Я это делаю в момент, когда на заднем фоне идет загрузка. Так. Сюда я добавил. Все. Теперь ждем. Ждем, пока закончится загрузка. Почему именно эта админка? Тут очень просто реализовать обычный крат. Вот. Ну, в принципе, обычный крат легко реализовать в любой админке. Но в этой его еще просто потом поменять на то, что вам необходимо. На довольно хит. При установке у меня возникла следующая ошибка. Мне пишет о том, что у меня не хватает расширения мвстринга. Вот. Его необходимо подоставить. На Ubuntu он ставится очень просто. Я пишу sudo apt-get-install php-7n4-member-string. Ввожу пароль. И тут соглашаюсь. И повторно запускаю команду. Важный момент. Как я понял, что мне не хватает именно расширения мвстринга. Вот по этой надписи. Тут написано ext. MB-string. ext означает extension, то есть переводится на диск в расширение. Либо вот более развернутый вариант. То есть в ряде случаев какая бы ошибка у вас не возникла, вам достаточно скопировать ее в Google, либо просто перевести. И будет плюс-минус понятно, что делать. Так что ничего сложного. У меня опять возникла ошибка. На этот раз не хватает расширения дома. Я повторяю ту же саму операцию. И опять запускаю. Мы видим, что пошла установка и загружается соответствующее расширение для дни. Мы увидели, что все хорошо. То есть админка установлена. Мы исключительно выполнили вот эту команду. Вот эту. И добавили провайдер. Начиная с того момента мы можем ей пользоваться. Мы дописываем админ. И заходим на админ. Мы видим следующую картину. Она весьма удручающая. Это обусловлено тем, что мы не подгрузили статику. То есть мы не выполнили последний шаг установки. А именно вот этот. Вот. Шаг выполнился моментально. О чем лароулом он читался. И теперь мы видим заготовку админки. Ага. Не совсем. У меня нет прав на директорию Bootstrap Cache. Я раздам права. И теперь мы видим заготовку нашей админки, с которой мы уже можем работать. Давайте разберемся, что она имеет из коробки. Когда мы устанавливали ассеты, то есть выполняли за эту команду, Sleep&Novell нам отчиталась о том, что она скопировала конфиг для Sleep&Novell, где он был настраивать саму админку. А также скопировала из вендора статику, которая теперь у нас лежит в папке public, packages, Sleep&Novell и так далее. Почему важно понимать, где лежит статика? Потому что, если нам необходимо будет поменять внешний вид админки, его можно менять здесь. То есть каким-то образом перезагружать. Есть более красивый вариант это сделать, но самый простой и костыльный. Если мы хотим поменять внешний вид админки, мы должны поменять что-то в статике здесь. Что же в самом конфиге? В папке конфиг у нас появился файлик Sleep&Novell. Вот он. Какие здесь настройки? Во-первых, различные названия, которые нам, возможно, нужно менять, возможно, нет. Например, вот название MainMenu. Его мы можем менять вот здесь. Как видите, поменялось. В принципе, если вы так же, как я, не хотите это все запоминать, проще всего смотреть, что мы хотим поменять в админке и делать вот следующую операцию. Ну, давайте Dashboard. В принципе, то же самое. Но попробуем. Я не помню на память, где это и что это. Поэтому я беру и запускаю поиск по всему проекту. В PHP Storm это Ctrl-Shift-F. И вставляю слово Dashboard. Мне выдало все возможные комбинации, где это слово встречается. Если я хочу найти что-то, связанное с Sleep&Novell, я должен искать что-то, где в названии Sleep&Novell. Папку Vendor нам менять нельзя. Поэтому туда можно не смотреть. Тут все закаминчено, то есть не работает. Тоже можем не смотреть. Вот. Остается, по сути, два файла. Один называется Navigation, другой Roots. Вряд ли это в роутах. Скорее всего, это в навигации. Поэтому попробуем поменять. Navigation это файл админки, который отвечает за вот эту левую часть экрана, то есть за менюшку. Значит, меняя что-то здесь, мы будем менять название менюшек. Вот, пожалуйста, поменялось. Вот эту не поменялось, так как эта админка считает хлебными крошками. Чтобы поменять эту часть, надо залазить уже немножко глубже в админку. Наверное, об этом в следующем уроке. В следующем уроке прикрутим крат, и я покажу какие-то простые взаимодействия, что нам умеет Аскору. В принципе, в большинстве случаев, кроме крада, нам ничего админки не надо. Ну, может быть, чуть измененный крад. Поэтому у меня нет мысли, что еще можно сделать, кроме крада, о чем снять. Если у вас есть какие-то мысли о том, что на тему, чего было интересно бы увидеть видео по этой админке, пишите в комментариях. На этом все.